Итак, это естественно стимпанк, мы с вами продолжаем разбираться с этой сборочкой, я тут за кадром немножечко повоевал и понял, что мне моей огневой мощи, так скажем, дико не хватает, у нас неплохая тяжелая винтовка, также сделал штурмовую винтовку, она стреляет такими же пулями, как и пистолет-пулемет, то есть обычными простыми патронами, но наносит 6,5 урона, в то время как пистолет-пулемет наносит 3, правда в нем у нас 80 боеприпасов, а здесь 40, то есть это нужно учитывать. И именно поэтому я все-таки хочу перейти к рельсовой пушке, рейлгану, для этого нам сначала понадобится сделать реветтер такой вот, потом рейлворкер и потом уже из него можно будет двигаться дальше, давайте все по порядку. Для того, чтобы сделать этот реветтер, нам с вами нужно сделать 4 вот такие вот ручки, прочные листы металла и 4 латунных слитка, если латунные слитки это очень просто, ручки просто выпадают с монстров, которые здесь по ночам тусят, то вот прочный лист металла у нас с вами добывается из креет, и чтобы его получить, давайте его поставим, а я не могу так поставить, на самом деле могу вот так вот поставить его здесь в список, нам для этого понадобится немножечко использовать последовательную сборку, то есть сначала мы на обсидиановый порошок должны разлить немножечко лавы, ну пол ведра, на самом деле действительно немножко, потом обработать это 2 раза прессом, и таким образом мы с вами получим прочный лист. Есть только небольшой нюанс, что обсидиановый порошок нужно сначала получить, нам нужно взять, естественно, нашу дробилку вот такую вот, и из обсидиана передробить все это делом обсидиановый порошок. Собственно говоря, нам нужно в первую очередь сделать такие жернова. Для этого нам понадобится механическая сборка. То есть нам нужно будет сделать 21 вот такой вот механический сборщик. Естественно, он делается просто из латунных корпусов и электронных ламп. И вот тут возникает маленькая загвоздочка. Нам по-прежнему нужен кварц, и именно поэтому я предлагаю сгонять все-таки еще раз в Незер. Не знаю, убьют нас там или нет. Надеюсь, что все будет хорошо. Возьмем бурдики, глядишь, немножко хотя бы будут охлаждать. Во-вторых, у нас есть адский светоч. Вроде как он должен охлаждать в Незере. Сложно сказать. Вот сейчас и проверим. И, собственно говоря, портал в Незер находится вот там вот. Максимально далеко от нашего места, где мы с вами находимся. Лопату поставим вот сюда. Потрошки у нас есть. Мы можем сейчас даже дополнительно достать, чтобы не переживать за это дело. Но вроде все. Вроде подготовились. Поехали сейчас в Незер. Посмотрим, что там происходит. Да, у нас тут возникает одна маленькая крошечная проблемка. А пиглины теперь агрессивны к нам. Просто потому, что мы с вами... Ой, елки. Что ж мне с тобой делать, дрянь такая? Просто потому, что мы надели то самое колечко. Ладно. Так, я тоже не попадаю. Придется ждать, пока он на меня сядет. Вот ты зараза толстая, а? Да, мне будет здесь очень сложно теперь. Особенно с этими комарами вообще без понятия, что делать. Ну ладно, предположим, пускай он на меня сядется. Видите, я вот пытаюсь попасть. А вот еще один. Пытаюсь, да. Пытаюсь, естественно, чтобы... Можно было попасть с него. Когда он не прицеплен ко мне, но нифига мне это не попадает. Слушайте, а сколько у вас? Что меня сейчас так убьют? Меня сейчас так просто-напросто убьют. Это плохо. Я надеюсь, что я со всеми справился. У нас с вами здесь есть спуск туда. Так, точнее проход. Но я копал и нифига там не нашел. Ладно, можно сейчас продолжить. Может, только не повезло. Что-то такое. Дрень. После того, как мы с вами одели, собственно говоря, это колечко. Теперь все нейтральные мобы по отношению к нам агрессивны. В общем, мы с вами можем, естественно, набрать еще пескодуш. Либо можем попытаться что-то здесь покопать, посмотреть. Глядишь, может быть, все-таки что-то есть. Что такое? Магмановая руда. Я хоть чем-нибудь вырос? Выкопал? Нет. Нет. Видимо, не этой киркой нужно копать. Ну, тут, кстати, интересная история. Мы с вами на стыке биомов. И вот здесь вот долина пескодуш. То есть мне достаточно просто туда докопаться с этой стороны. И... Да, все. Заточка готова на алмазной кирке, кстати. Насколько? Все 100% окей, я понял. Так вот. Как видите, мы можем, естественно, здесь просто теперь при помощи лопаты все это дело выкопать. Кто-то там бесятся слегонца. Все-таки очень страшно здесь, потому что теперь абсолютно все агрессивны ко мне. То есть... Уже теперь не сможем торговать с пингвинами, которые... Ну, господи, забыл, как называется. Когда если ты одеваешь что-то золотое, что они на тебя не нападают. Ох, ладно, нужно посмотреть. Ну, ладно, почти два стака. Пойдем домой посмотрим, хватит этого или нет. Вон, кстати, чуваки, с которых кожа. Кожа, изумруды. Оружейка из этого мода огнестрельного. Отлично. Сейчас уже скоро должно начать светать. Кстати, что по кислороду, что по... Артский светоч, смотрите, в нем действительно немножечко потратился заряд вот этого холода. Да, с этих чуваков изумруды и кожи, это реально круто. Светоч пока что, наверное, уберем. Сейчас он нам точно не нужен. Тут, кстати, еще один момент интересный. Сейчас мы с вами заберем отсюда лаву. Идешь со мной. У меня почему-то одно ведро превратилось вот в такое ведро. Вообще не понимаю, как это произошло. Что за бред? Дальше. Ведер почему-то нет у остальных. Вот здесь вот, вот, ведро с водой. Есть, отлично. Разливаем сюда. Давайте, наверное, весь стак просто кинем. Песок, душ. 43 штуки. Где-то здесь еще должен быть. Вот оно. Просто вот это кинем сюда. Оно же все промоется сразу, по идее. А вот эти вот бурдяки, которые я с собой взял, пока их не кладешь в быстрый слот, они вообще не тратятся. Или эта штука по одному моется, а? Ну, вроде как массовая мойка. Черт знает, посмотрим. Может быть, просто долго, как вариант. Долго просто, да. Так, 25 кусков Незеркварца. Это то, что нужно. Нам нужно было 21 кусочек. Теперь нам нужно это все дело объединить с редстоуном. То есть, нужно очень большое количество редстоуна на это потратить. Ладно, это не проблема. Давайте 4 штуки уберем. За редстоуном, если что, сейчас сгоняем, накопаем. Эта проблема решается очень быстро. Так, 11 штук есть. Здесь у меня 3 блока. Да, вы знаете, не хватает. Это прям неприятно. Причем не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, давайте сейчас, знаете, что сделаем? У нас есть... Ну, сейчас придется еще бежать, фармить редстоуна. Ничего не поделаешь. Но у меня есть вот здесь вот... Нет, это не то. Вот, страница с навыком. То есть, как вы помните, у нас сейчас было довольно-таки ограниченное количество навыков. Опыта, кстати, много. То есть, у нас есть скорость атаки, сильная рука, рытье. Я думаю, что нужно добычу качать. И мягкое падение до максимума добить. Ваш опыт 1099. Снижает урон падений. Я думаю, что до 10 нужно добивать обязательно. Вот, отлично. Но у нас появляется новый навык. Текстеррорус Армс. То есть, какие-то ловкие руки, да? Кстати, это очень классное умение. Смотрите-ка, здесь написано, что понижает урон, наносимый нашим как раз инструментом. То есть, пока будем добывать, инструменты будут получать меньше урона, дольше будут жить. Это просто шикарно. Так, ну у меня все готово. То есть, можно сейчас быстренько доделывать. Раз, два. Стопэ. Мы сейчас это откроем. У нас с вами еще здесь есть. Все. Это как раз последний кварц, который сейчас необходимо сделать. Нужен более такой, знаете, стабильный, собственно говоря, источник редстоуновой пыли. Как можно это получить? Может быть, есть какая-то генерация, дробление, всяких разных механизмов и компасов. В принципе, кстати, с блока очень неплохо, там, по 7-8 штук должно получаться. И просто нужно шелковое касание. А также мы можем промывать, например, дробленное рудное железо. Что, в принципе, не так сложно. Ладно, хорошо, бог с ним. В общем, у нас с вами есть еще три штуки. Сейчас быстренько это дело перетрем. Также понадобится 21 железный лист. Ах, давайте вернемся сюда. Латунный корпус, это значит, что мне нужно 21 единица. Ладно, хорошо, сейчас сделаем. Я на самом деле плавил, нужно посмотреть, сколько там получилось. Делаем с вами латунные корпуса. Точно так же, как и ангезитовые, просто при помощи латунья. Я не обратил внимания, что получится по три штуки. То есть мне не нужно так много было всего делать, но да ладно. Плевать, оно так или иначе пригодится. Так, я где-то здесь поставил верстак, я помню, не забыл про него. Вот он он. Это 24. Все, этого будет достаточно. Убираем пока что это, дробро сюда, чтобы не мешалось. Так, вот такую вот конструкцию нужно построить. Стопэ, я случайно, отдай. Еще это, естественно, все нужно будет правильно повернуть. Ну, то есть условно, это идет туда, это идет сюда, это все идет вниз. И в итоге приходит куда-нибудь вот сюда, и вот туда выплевывается. Вроде должно сработать. И последний нюанс. Шестеренка, подключаем. Вот, вот эту тоже уберем пока что. Все, теперь здесь все крутится. Так, ну и сам рецепт, он очень простой. В центре у нас будет камень. Там любой камень может быть вот так вот, древесина, и все остальное, это андезитовый сплав. Которого, честно говоря, если не ошибаюсь, мне осталось, либо совсем не осталось, либо осталось очень мало. Он должен лежать где-то дома сейчас. Спать мы теперь все равно, не можем, так что плевать, вечереет, не вечереет. Единственное, что нужно какое-то освещение здесь поставить. Все, процесс пошел. Слушайте, а быстро крутится собака, класс. У нас сразу должно двоясь, не ошибаясь, получиться. Так, есть, отлично, у нас появились необходимые нам колеса. И это можно отсюда теперь забирать. Так, смотрим. На самом деле нам будет проще всего, наверное, вот сюда вывести. Вот так вот, да. Просто из-за того, что таким образом нам не нужно ничего будет поднимать. У нас с вами отсюда, вот сюда, будет идти, естественно, крутящий момент. Вот таким образом. Процесс пошел. Ну, естественно, да, они должны в разные стороны крутиться. Это проблема. Сейчас крутится не туда. То есть ставим коробку передач вот сюда, чтобы крутилось в ту сторону. А здесь... Стоп, ну это легко. Здесь нам не нужно менять, если не ошибаюсь. Он будет крутиться туда, куда нужно. Только сейчас заберем отсюда. Давайте вот так вот, наверное, да. Еще раз повторим. Раз. Отсюда передали сюда. Добавил еще одно колесико. Давайте сейчас вот сюда разольем, чтобы здесь точно все было. Вот, наконец-то у нас с вами здесь все вращается. Возникает только одна маленькая проблема, что с этой стороны нам как-то сюда нужно подобраться, да? Чтобы здесь можно было забирать. И закидывать туда нужно вручную. Ну что, у нас есть обсидиан? У нас же был обсидиан. Камон. Вот, да, хорошо. То есть нам на эту штуку нужно две пулинки. Давайте закинем. Ну, вроде как готово. Естественно, все это можно автоматизировать. А, там еще, видите, есть шанс, что обратно выпадет обсидиан, что там он не потратится. Теперь нам нужно поставить вот эту штуку кенцу. Видимо, придется периодически отключать, чтобы она не потребляла абсолютно всю энергию. Ладно, вот так вот, хорошо. Просто переставили. А здесь... Давайте-ка мы с вами, знаете, как сделаем? Сделаем вот так, чтобы этого здесь вообще не было. А вот здесь придется разливать лаву. И для того, чтобы ее вообще-то разливать, нам понадобится искреит необходимые механизмы. Так, два пресса готова. Дозатор делается из медного корпуса. А, ну, это легко. Дуб, медь, подобрали. Тут какой-то очень простой, на самом деле, рецепт. То есть, почему оно вот так вот. Слушайте, я привык, что у меня там эта штука. Да, вот. Дозатор. Да, нам нужно сильнее оружие, чтобы гарантированно с одного выстрела убивало. Смотрим. То есть, в первую очередь, ставим с вами дозатор. Пускай вот тут есть. Теперь механический пресс. Вот тут один. И один. Доставься ты. Все хорошо, вот тут вот. Ну, слава богу, рецепты здесь очень простые сейчас. То есть, надеюсь, так и останется. Все, хорошо, у нас с вами абсолютно все есть. То есть, есть дозатор, механическая помпа. Мы можем поставить ее условно. Откуда мы сейчас запитаем? Вот здесь вот. Чтобы она вертикально была. Дальше. Вот это фигня. Направление вниз. Так, но это еще не все. Потому что нам нужна с вами чаша опустошения. Вот такая вот. Осушитель предметов. То есть, еще один медный корпус и железные пути. Давайте, ставим вот так вот. Я надеюсь, эта система выдержит. Кто? Чуваки, вы надоели. Последняя душа или потерянная душа была написана? Что-то не обратил внимания. Ну, давайте пробовать. Мы просто сейчас выкидываем вот сюда. Ни фига. Почему нет? Может, он просто не видит? Да, он, значит, не видит эту фигню. Он видит обычное ведро, но нету. Угу. Значит, нам нужно сделать по-другому. Разлить. Какое-то странное ведро. Ну, ладно, плевать. Сюда. Я вот здесь могу поставить. И все опять встает. Добавил еще одно колесно. Оно теперь у нас внутри дома. Так, немножечко здесь, конечно, некрасиво из-за этого теперь. Ну, ладно, плевать. Ну, вот. Теперь эта махина должна сработать. Естественно, потом отключим и... Ох. Так, поехали. Все будет, надеюсь, нормально. Да, отлично, есть. Пришлось поставить раз, два, три, четыре, пять, шесть колес. Нужно уже потихонечку к ветряной энергии идти. Для этого нужна шерсть, а шерсти нету. Для того, чтобы она была, нужны овцы. А овец тоже нифига нету. Но, зато теперь мы с вами наконец-то можем сделать тот самый рейлган. Правда, так, нам понадобится вот эта штукенция. Давайте. Делаем его. У него урон четыре с половиной. Стреляет он. Типа и припаса. Ревет. Хм. А как мне эту штукенцию вообще сделать? А мы ее можем вот таким вот образом делать. Ха. Интересно. Интересно, интересно. Железная пластина. Кусочек железа. Мы получим с вами эту фигню. Нам нужен... Сполох. То есть придется идти сделать такую горелку. Посадить в него с полоха. Достать его, естественно, в Незере. И тогда мы сможем крафтить вот эту фигню. Потому что по-другому просто никак. Но на самом-то деле мы не собираемся из него стрелять прямо сейчас. Мы из него... Хотим сделать вот такой вот Rail Worker. Для этого нам понадобятся латунные слитки. Еще четыре листа. Хорошо. Но самое сложное будет сделать вот такой вот Brass Conversion Kit. Потому что, как видите, здесь понадобится пять шагов. Здесь опять же у нас лава. Ахахах. Естественно, нужны нам с вами руки. Ну ладно, это мы с вами сделаем. Два латунных листа здесь не сложно. Но для начала понадобится сделать вот эту фигню. То есть без лавы. В принципе, тоже ничего сложного. Медный делается из базового механизма. Плюс медные пластины. Давайте у нас с вами есть и базовый механизм. И медные пластины тоже сейчас, если не ошибаюсь, можно быстренько сделать. Плюс, кажется, две штучки было. Делаем эту фигню. И теперь нужно сделать четыре автономных активатора. Да уж. Но тут, конечно, у меня никаких проблем с этим быть не должно. Потому что у нас, в принципе-то, все имеется. Четыре таких делаем. Дальше корпуса есть. Электронные лампы у нас тоже почти готовы. Все, отлично. Делаем с вами четыре штуки. Сейчас быстренько только заберем отсюда. Вот корпуса. Готово. Там еще светать начинает. Мне просто надоели эти гады. Они бесконечно просто спаунятся. Ну нет, опыт с них хороший. Я теперь благодаря этому опыту могу здесь скачать, например, да? Да, все хорошо. Нужен, на самом деле, стол зачарований. Но, блин, у нас его пока что нету. Ну что, я все подготовил. То есть, теперь из тебя мы можем сделать шестерня-шестерня. Два железных листа. Да, тут приходится, конечно, заморочиться. Я очень сильно надеюсь, что все-таки смогу добиться... Ну, естественно, уже не в этом выпуске, наверное, да. Но все же смогу добиться того, чтобы сделать хорошую пушку. Так, это нам нужно сейчас по-другому как-то положить. Ладно, я все разложил. Надеюсь, что получится. То есть, маленькая... Есть. Это первая штука. Теперь из нее мы должны сделать... Мы, кстати, можем какой-то келл-ган сделать. Хорошо. Нам нужна еще раз. Маленькая-большая. Два. Ммм... Латунных листа это есть. И лава 50 миллипакетов. 50... Прям как-то мало очень. А мы с вами почти все. То есть, смотрите. Да можем прям так. Маленькая. Большая. Сюда. И сюда. Поехали. Чуть-чуть лавы. Не лавы? Стоп, стоп, стоп. Ааа. Два раза нужно повторить все. Я тебя понял. Давайте еще раз. Ладно. Маленькая. Большая. Один лист сюда. Второй лист сюда. Фух. Все. Наконец-то. Блин, хоть бы достижение какое-нибудь дали. Потому что сложная, на самом деле, задача была. Но теперь мы можем сделать его. Только мне не хватает латунных слитков. Которые есть тут. Все. Крафтим. Вот он-то уже у нас с вами стреляет при помощи Fletched Round. То есть, это у нас что-то типа оперенной вот таких вот. Ладно, хорошо. Ну и следующая ступень. Это, собственно говоря, медовка Гаусса. То есть, здесь понадобится вот этот Rail Worker, который у нас с вами есть. Еще одна такая штукенция. Но у нас с вами уже все готово. Мы можем ее сделать. Прочный лист с крафтем. Медный лист. Это ерунда. Вот такая вот как раз Brass Gun Barrel. То есть, это ствол. Это тоже не так сложно. Вопрос как раз в патронах. То есть, сейчас постойте. Если мы посмотрим здесь. Где-то здесь должен быть этот ствол. А, вот он вот здесь. Просто из латуни делается. Окей, договорились. И самое важное. Это патроны. Ага. А он делается из железа и кусочков железа. Ну, слушайте. Это на самом деле не так сложно. Это все можно скрафтить. Ну что, у меня почти все готово. Это второе. Третий. И четвертый. И, если не ошибаюсь, там еще нужны медные листы вроде или латунные. Сейчас посмотрим. Что-то вылетело из головы. Вот. Шесть медных пластин. Ага. Сколько у меня есть? Ровно шесть. Фух. Это прикольно. Слушай, так получается все? У меня абсолютно все есть для того, чтобы сделать чертовую винтовку Гаусса. Здесь есть еще вот такая вот винтовка. Но это что-то дороговато немножко. Немножко попозднее будем этим заниматься. Я думаю, что такое пока что будет достаточно. Урон 32. Это выше, чем все, что у нас есть. Здесь три. У этой винтовки 18. И причем она стреляет просто-напросто. Так, постойте-ка. И сираунд. Там далеко до них мотать? Нет? Они где-то здесь рядышком. Как видите, опять темнеет. Я тут очень много времени провожу сейчас. То в шахте, то еще где-то. Кстати, железа становится все меньше и меньше. Нужно будет этим заняться. Давайте делаем... Не знаю, просто по максимуму. Вот и все. Сколько там получается? 96 патронов. Честно говоря, не очень много. Но посмотрим на урон. Не забывайте, мы наносим на 50% меньше урона, чем могли бы наносить, если бы у нас не было этого кольца. Ну. Ух, хорошечно. Вот это злая штука. Да ладно тебе. Есть! С одного выстрела. То, что я и хотел. Офигеть! С них еще просто дофига опыта получаешь. Что я могу сделать с мембранами? Свиток посмертного возврата. Он телепортирует ваши предметы к вашей кровати, якорь возрождения или же к центру мира. Пустой свиток. Чернильный мешок. Око туманности нужно какое-то. Затем я могу вот такую вот как раз одежду сделать. Хм, это прикольно. Единственное, что нужно собирать проклятую ткань. Она выпадает здесь существ. Ну ладно, хорошо. Это на самом деле безумно крутая пушка. Мне очень нравится. То есть, я честно говоря думал, что мне сейчас не хватит сил, чтобы ее скрафтить. Но нет. Все-таки вот тот кайф, который от нее получаю. Вообще получая от этих пушек вот здесь вот этого огнестрельного оружия. Он перевесил все-таки нежелание ее делать. Единственная проблема, что он долго перезаряжается. Давайте немножко тортик съедим. Пойдем еще кого-нибудь найдем. Мда, сейчас у нас с вами дождь. Я не смогу найти ни одного. Вообще нету ни одного эндермена. Один тут прилетал во время дождя. Ну типа, быстро отъехал. Какой кайф. Да, самое главное сразу после выстрела, наверное, перезаряжать и не париться. Потому что иначе, если полностью всю обоему расстрелять. Ну сами понимаете. Потом замучаешься перезаряжать все это дело. Здрасте. Почти. Класс. Хорош, а. До свидания. Вот почему он так вот прям на тютельке, да, выживает. Ну, можно добивать вручную. Как-то еще один патрон тратить от кощунства. Благо, что они делаются просто из железа. Ну что, таким образом мы с вами сегодня обзавелись вот этой махиной. Ну, честно говоря, она нам еще не раз пригодится. Так, другой. С трех выстрелов нормально. Кожа мне очень нужна. Так вот, мы с вами обзавелись вот этой махиной. Мне очень интересно, можно ли эту пушку как-то проапгрейдить или нет. Поставить на нее какие-то улучшения, чтобы она нам еще мощнее стреляла. Но, все-таки, следующее, что мы будем делать, это улучшенная. Вот, естественно. Где она там? Тихо отвали. Вот это вот гаусс-винтовка. Ну, тут нужны... Тихо. Фига ты там лопишь? Там нужны соответствующие материалы. До них нам еще довольно-таки далеко. Так что, скорее всего, этим будем заниматься не очень скоро. Ну-ка. Блин, какая же штукенция офигенная. Да, винтовка гаусса рулит. Ну что, друзья. Давайте сегодняшний выпуск на этом завершим. Провернули просто огромное дело. Я надеюсь, вам понравилось. Эти механизмы нам по-любому пригодятся в любых других как раз вот фишках, связанных с Create. Потому что и манипуляторы, активаторы точнее, и прессы. Все это, все это будет нужно. Ну, естественно, немножко позднее, там, в каких-то других задачах. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok